будем собирать карбюратор ну то есть с новыми запчастями с новыми уплотнителями с новыми жиклёрами так значит один карбюратор я сейчас уже собрал полностью а на примере 2 я вам покажу что куда все поехали итак в первую очередь давайте посмотрим какие запчасти я получил вот это вот air cut вентиль об этом я поподробнее расскажу а вы тем временем думаете сколько может такой клапан стоить я вам потом покажу вот он клапан в общем это позже и разумеется вот такой вот комплект можно посмотреть номер это для именно для хонда x500 сделано в японии написано давайте начнем с вот этой стороны здесь находится все вот эти же клёры изначально чтобы нам не запутаться ах да чего-то еще не хватает и мне показал в этот штуковину которыми я была покоцана это форсунка основной смеси как я понял вот так вот выглядит она форсунка затем лет пружинка затем идет вот такое вот колечко металлическое и затем вот такая вот резиночка вот так это в таком порядке нужно ставить вытащить это можно следующим образом построил вот такую вот удочку себя и начинаем ловить вот эта пружинка затем они там принципе очень легко сидят можно просто вот так вот это колечко соответственно металлическое и вот соответственно резинка 2 вот ну вот он собственно новый я сюда просто значит я накидываю просто сюда вот эти вот вещи затем колечко и соответственно резиночку видно что она виде она симметричная по сравнению вот со старой которого же приобрела совсем другую форму здесь видно бы да видно хорошо вот и соответственно в таком положении мы сюда их вложим то есть у них другого выбора нету кроме как правильном положении остаться сам же клёр просто капну сюда чуть-чуть у этого же клёра как бы есть такое установочное монтажное положение с которого начинает настраиваться это закручиваем до того как почувствую напряжение слегка вот так и потом два оборота назад 1 2 так затем у нас тут два же клёра второстепенный основной и его тут стоит холостой ход который закрывается соответственно вот этой вот резиночкой сюда вот сейчас значит будем их выкручивать первый пошел значит ищем правильный должно быть видно ну у них во-первых резьба разная но видно еще по отверстию будет ведь это не наш кандидат это вот уже более похоже слегка подтягиваем нужно понимать что материал этот очень мягкий тут как алюминий так и вот это вот бронза или олова что это специалисты следующий же клёр выкручивается ключом на 7 пошел и за ним стоит еще вот такой вот распылитель выдавливается он с вот этой стороны за внутренней его видно вот допустим на собранном карбюратора сейчас вам покажу в него и глаза ходит вот он вот так выглядит старая деталька и вот ее замена тут также есть разница то есть есть такой как бы конец соплом и есть такой тупой конец вот этот конец соплом соответственно заходит в трубку вкладываем здесь соответственно еще сидит также джеклер выкручиваем его и у нас есть замена это последний получается вот так же сюда его накидным ключом на 7 тут схватить и подтянуть его так накидного ключа у меня нету на 7 попробую так сейчас закрутить и пойдет так затем капну сюда чуток и поехали здесь все ну вот это еще отключу на секс лучше чтобы о-о-о-о не понял кстати в конце скажу вам сколько все это добро стоило как вы думаете цена в евро но вы пока думаете а я вам в конце покажу счета в общем тут все окей вкручиваем назад заключение ставим вот этот уплотнитель он ставится на джеклер холостого хода сюда он ставится и в крышечке он соответственно припирается вот этим вот местом поэтому он никуда не убежит не высказать это как бы своего рода сливной бачок не то сливной бачок просто обычный сливной бачок сейчас я его без жире получается может закусить поэтому капну капельку и поехали это просто тут ставится такой шланг который уходит под мотоцикл если нужно спустить бензин с карбюратора открывается этот полку и он сливается теперь мы устанавливаем поплавок и иголку которая закрывает ход бензина это вот иголочка вот старенькие и так вот этот балк на котором держится поплавок он должен быть очень чистым должен хорошо вращаться сюда вот в эти салазки оделась далее вот в это вот отверстие так сам поплавок крепится на вот этот вот вал но он работает соответственно вот в эту сторону он так вот сидит здесь и когда в эту камеру наполняется достаточное количество бензина он должен прикрыть теперь дошло дело до финальной части с вот этой стороны плотнитель я слегка смазал силиконом и он ложится идеально вот этот вот паз с этой стороны мы закончили и теперь соответственно верхняя сторона на вот этом карбюраторе образовались небольшие проблемы а именно с тем чтобы крутить вот эту вот штучку сейчас посмотрим вместе вот под вот этой вот гильзой полиуретановый стоит игла вот так вот здесь она стоит и запирается вот такой вот штучкой и вот она сидела так плотно что у меня несколько раз провернулась отвертка то есть смотреть с вот этой вот гильзой тут еще своя отдельная история ее никак не схватить вот здесь от пассатижами просто очень-очень ну очень мало места для очень мало поверхности поэтому я вот такой взял обычным таким шурупом можно болт сеть на м5 по моему подходит и вот так вот ее вот она я как в теннисе знаете как в теннисе они кричат вот они старенькая новенькая а ну и чтоб в следующий раз такого не было надеюсь следующего раза не будет опять же на следующем поколение кто будет заниматься этой honda наши последователи вот для них мы смажем вот все теперь ставим вот эту вот штуковину не знаю как она сейчас залезет это получше встал так теперь наткнулся на иголку теперь сюда этот полиуретановое кольцо ну должно быть видно да здесь бортик этот бортик стать соответственно отсюда вот вот так соответственно вот так вот и он оставится все затем иголка должна попасть вот в этот джеклер и паз вот этот должен попасть где этот носик пластиковый стоит все поехали затем вот такая пружинка тут интересно и на этом все осталось заменить air cut вентиль так называемые еще он находится здесь сейчас объясню примерно в чем суть как я понял вот два болта и нужно держать там стоит пружина чтобы сейчас в камеру цене улетела вот она ну и собственно сам вентиль вот он видно вот смотрите он порван так же здесь стоит вот такая вот еще резиночка маленькая у меня с две стороны одна более такая закругленная а другая такая вот плоская сразу заметно виде плоско это будет хорошо заметно когда она вас в руках будет то есть этот вентиль работает следующем случае вы едете на полном газу открыты заслонки и полностью резко закрываете газ вы автоматически резко проходите в холостой ход и на холостом ходу вам нужно смесь немного побогаче просто для того чтобы мотор работал немного стабильнее в общем здесь такая мембрана стоит и смысл какой вот этим вот местом вот этим вот закрывается канал когда этот вентиль полностью утоплен это отверстие свободное и вокруг от этого штифта выходит воздух а когда вы резко закрываете газ создается вакуум он ну со стороны двигателя получается вакуум он против пружины этой действует то есть притягивает эту мембрану в эту сторону и она перекрывает вот этого шляпкой своей вот это вот отверстие вот то есть в канале холостого хода вот он здесь то есть это как бы такой байпас вот отсюда идет воздух постоянно для холостого хода то есть когда у вас заслонки закрыты понятно у вас только вот это отверстие идет по двигателю то есть на вот этом воздухе он работает и тут этот вентиль то есть когда были бросайте газ он нак он краткосрочно закрывает канал холостого хода просто для более стабильной работы двигателя в этот момент и также это слышно это скорее позитивный эффект для нас да но это будет слышно тем что вашей выхлопной будет вот такой вот звук вы знаете когда спортивных машинах там мотоцикла газ бросают взрывы выхлопной системе это тоже побочный эффект отсутствие этого клапана но опять же для стабильной работы двигателя он должен быть исправен а вы тем временем думаете сколько может такой клапан стоить я вам потом покажу вот он клапан вот эта резиночка которая говорил вот это плоская сторона и этот круглых стран круглой к крышечке так сюда наверх круглой стороной ложится сюда и сюда ставится пружинка вот новое и вот узким витком в крышечку ставится и закрывается вот этот канал кстати вот холостой ход сюда идет вот в эту маленькую дырочку и вот сюда удивительно видео где я ремонтировал бензиновый краник поставлю здесь подписывайтесь на канал будем много чего разбирать в идеале может быть даже собирать обратно если понравилось спускайте собак и до новых встреч пока так вот это две штуки air cut понятно вот это вот ремонтный набор для бензинового краника 12 евро ну и 5 за доставку и потому что такой невнимательный как обычно эрката сразу не разобрал пришлось заказывать поэтому доставку платил два раза изначально я вот и заказывал один метр шланга 430 и два набора вот эти вот маленькие резиночки по евро девяносто штучка нормально еще бумагные цены и полностью ремонтный набор два раза для карбюратора 27 евро восемьдесят вот и все хорошо удовольствие такое себе все